ЗА ЧТО ГОСПОДЬ ПОСЫЛАЕТ МУЧИТЕЛЬНУЮ СМЕРТЬ? ЗА ЧТО ГОСПОДЬ ПОСЫЛАЕТ МУЧИТЕЛЬНУЮ СМЕРТЬ? Ну вот, скажем, возьмем и вопрос перестроим. Зачем Господь вообще посылает какие-либо мучения? Не за что, а зачем? Какая причина? Или какая цель, точнее? Например, общие фразы в Евангелии от Иоанна все их хорошо знают обетования, обещанные всем последователям Христа. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Что мы получаем? Мы получаем, что вообще-то смерть мучительная потому, что мучительная смерть была у нашего Господа. Мы взяли крест и пошли за ним, тем же самым путем, которым прошел перед нами Он. Он так нам обещал, Он дал нам такое обетование, Он дал нам такой завет. Вот, с одной стороны. С другой стороны, причиной этого является наша вера. Не Бог посылает нам за веру мучения. Наша вера с неизбежностью приводит к тому же, к чему она привела Иисуса Христа. За нашу веру нас должны ненавидеть, нас должны мучить. Это нормальное состояние для человека, верующего во Христа. Конечно, скажем, сегодня этого не происходит. Ну, вот последние, скажем, там 50 лет в России никто вроде как бы сильно никого не мучил за Христа. Но это состояние временное, скорее случайное, чем постоянное. Вот, конечно, и до гонения 20 века все казалось очень нормальным, спокойным. Но пусть не было мучительных смертей, но гонения, притеснения, какие-то сложные обстоятельства были с верующим во Христа людьми и до того, как начался 20 век. Потому что, скажем, святитель Тихон Задонский недавно про него читал одну квалификационную работу. Вот, вспоминал в очередной раз, но вроде замечательно, человек тихий, Божий дуванчик, но ведь и ему пришлось претерпеть скорби и притеснения, и обзывания, и неудовольствия. Хотя человек был завидомо праведным, и гонения со стороны монастырской братья, и со стороны даже игумена монастыря, все было. Конечно, это не мучительная смерть, но ведь это и не совершенно атеистический мир. Но даже в мире, вроде бы, и религиозном, и христианском, и православном, если человек хочет богочестиво жить во Христе Иисусе, как говорит апостол Павел, он будет гоним. Ну или, например, взять, скажем, опять-таки поставив вопрос, зачем, вспомним Иова. Вспомним Иов, ведь, ну и он сам страдал чрезвычайно. Эта скорбь была, несомненно, мучительной скорбью. Вот, человек страдал очень болезненно, вот, и душа, и тело были измучены, но у этого была цель. У этого страдания была цель для того, чтобы очистить душу Иова. Если такой удивительный человек нуждался в очищении, так что же говорить тогда всем прочь? Вот, цель чаще всего бывает именно в определенном очищении. И если эти страдания посылает именно Господь, если эту мучительную смерть присылает именно Господь, то она имеет целью очищения, совершенного очищения человека. Не наши грехи, как правило, такого не бывает. Это вот, когда человек почти совершенный, ну, надо, чтобы он был совершенным совсем, им посылаются очистительные скорби. Ну, например, скажем, Паисий Святогорец, его мучительная жизнь и мучительные умирания. Или его сопостник Ефрем Катунакский, или Порфирий Ковсакалевит, который выпросил, выпрашивал полжизни себе онкологию и другие страдания, только чтобы пострадать тело. Это, еще раз повторю, это удел совершенных людей для пущего совершенства, для большего совершенства. Окаянным грешникам, с ними у Бога более милостивый счет. Они не посылают таких страданий, потому что у нас нет такой любви, такого доверия. И главное, что наша нечистота настолько глубока и высока и серьезна, что никакими очистительными страданиями ее не очистишь. Только золото доводит до совершенства тем, что пропускают через огонь. Только драгоценные камни чистят особой полировкой. Все остальные просто достаточно какое-то терпение, упование, вера. Но с какими-то скорбями, безропотное перенесение этих скорбей бывает достаточно. Однако можно сказать еще и действительно, почему, опять-таки не за что, а почему. Почему, ну за что понятно, это, как правило, к совершенным относится, к людям особенно. А вот почему относится и не к совершенным. Вот апостол Петр пишет. И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающей плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. То есть человек болеет мучительной болезнью, быть может, умирает от мучительной болезни, потому что он согрешил, и другим способом перестать грешить он не может. И надо перед смертью, чтобы человек, как разбойник, перестал грешить и исповедал Христа своим Богом. Он больше от человека не требуется. Для того, чтобы прекратить развитие в нем греха, требуется послать какое-то страдание, которое прекращает его путь по стези греха. А иногда мучение посылается человеку для того, чтобы спасся дух человеческий. Это касается не только духовных страданий, как в том отрывке из первого послания апостола Павла Коринфянам, но и об этом же говорят порой и телесные страдания, чтобы, очистившись краткое мгновение в каком-то мучительном страдании, дух человека спас. Помните эпизод из послания Коринфянам, когда, обнаружив некое злое любодеяние, блудодеяние жителей Коринфянам, он предает человека сатане во измождение плоти, чтобы спасся дух. Вот так же бывает и в наше время, когда человек совершил нечто из ряда вон выходящее, а Бог хочет все-таки его спасти, в какой-то короткий момент допускает, попускает свершиться с ним тяжелой мучительной скорби. В этот короткий момент, очищаясь своим страданием от этого греха, человек входит в небесное упокоение. Чаще всего вот эти мучительные страдания, это, скажем, мы говорили все в том случае, когда человек все-таки спасается, и посредством мучительных страданий Бог его спасает. Но очень часто и гораздо чаще мучительные страдания есть последствия собственной апостасии человека. Ну, как Иуда, например, шел, удавился и все прочее. Или как Ирод, например, был заживо, изъеден червями. И многое другие, особенно те случаи, которые до нас дошли, про грешников, которые не раскаялись и потерпели за это мучительные страдания, скажем, от царя Саула до тех людей, которые убивали христиан. Бог есть жизнь и удаление от Него, и есть постепенное истощение жизни и погружение человека в страдания. Не Бог за что-то так наказывает человек. Сам человек идет по пути смерти в бездну страданий, если сознательно отвергает Бога как свою жизнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok